МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале, у студии Сергея Манько. Вітаю вас. 2014 год худка стань истории. Для каждого из нас он был насыщен подъями. Для столичной региона год, приходячи, выдався успеховым. Минщина стала лидером краины по усіх основных экономичных показчиках. В области забеспечили найбольший прирост волового регионального продукта. Самый великий хлеб на каравай, паскорные темпы будавництва, масштабные инвестиционные проекты. Про то, чем варты гонориться жахарам в области, у нашим выниковым сюжет. 2014 год запомнится жахарам столичного региону значными экономичными проектами, досягненнями нову кауцу, яркими святыми и напруженными працонными буднями, смелыми планами и неординарными решениями. 2014 год рекорды у особистых и коллективных. Учарговый раз Минщина подтвердила статус головной житницы краины. Уклад в области у агульной каравай больше за 2 миллионы тонн сбожа. Адметной была и урожайность 40 центнеров с гектара. Лепших хлеборобов веншовали на областных дожинках в Оузде. За достижение высоких показателей. В этом году намолочу 2600 тонн на комбайне. Я всегда гордюсь, что я работаю. Миновета на сельскую господарку зробят ставку в 2015-м. Гэтая галена будет повялишивать свою укладу формирование валового внутренного продукта региона. В 2014-м основный рост забеспечили промысловость и гандаль. В области заявились десятки новых и модернизованных предприемств. Акцент на импортозамещальную продукцию. Ее выпуск повеличился. Наладжена большь тесная праца с замежными инвесторами. В 2014-м до того ж год счастливых новоселов в области. Уведенную эксплуатацию больше за 1 квадратных метр жилья. Гэта наводь больше запланованного. Уладальники жаданных кватер отрымали ключи от комфортного життя. Побудовано и одрамонтовано множество школ, детяших садков, больниц, спортивных пляцовок. Обе руки развели в сторону. Дох, плавно, медленно. И выдох вперед. Особливая увага в 2014-м безумовно ветеранам Великой Отчинной войны. С на годы 70-ти годя вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников Проведены десятки мероприемств и акций. Открыты одмысловые выставы, осветки жудостных падей, узнагородженные юбилейными медалями и подарунками. Памятный знак в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Большое вам спасибо. Здоровья. Всего самого наилучшего. По соправдному Шодру год гостиности. Сустракала меньшина гостей чемпионата свету по хоккею. Болельщиков хоккейных сборных примали санаторы и гостиничные комплексы в области. У перепынках по межлядовыми баталиями замежные гости так само час не марновали. Найбольше популярными сирот иншаземцу в столичном регионе стали музейный комплекс Дудутки и Нясвижский палац. Виталий, господин, господин, резиденция Радзивилла. Как говорят, у нас Нясвижа, в наш дом. Это не первый мой визит в Беларусь. Порадовала организация чемпионата свету. Усё выдатно. Кали ехали и мяжу, хутка пройшли за полгодины. У Беларусь я завсёду вертаюся с радостью. Я вельми люблю Беларусь. Гастинность беларусов принесла важкий прибыток. Неординарные идеи и национальный колорит корыстались попытом у замежных гостей. 2015 год так само стане часом реализации смелых планов. Ён пройдя под знаком молоди. Молодое поколение у 2014-м проявила господарливость и затекавленность у державных справах. 2014 год был богатый на сустрече молоди. С представниками областных и районных уладу молодёжные форумы. Меня волнует такой вопрос. Рассматривается ли на законодательном уровне вопрос строительства арендного жилья для молодых специалистов и победения льготного аккредитования на строительство жилья. В 2014 году Минщина приклала усе намаганник, обвырешить поставленные задачи и досягнуть жаданных метов. Увынеку в область вырвалась она вперед по социально-экономичному развитию объёма инвестиций и подсвердила свой статус лидера сирот региона Украины. 2015 год отзначится ещё больше смелыми планами и значными досягнениями, про которые мы расскажем вам первыми. Лидия Винцкевич, Татьяна Крыштофович, Виктория Свирская, Вероника Цверко, Минщина. Тым часом уже хоров в области опошние приготовлений до святых. То есть уже накрыл новогодний стол, а кто есть всё ещё в пошках подарунков и присмаков. В опошний день у магазинах и на рынках по традиции шматлюдно. Гендляры подличывают святочную выручку. Богатый ассортимент по прямальных коштах с пожилцам пришёлся до сподобы. Святочное меню склала и Татьяна Крыштофович. Метра шестьдесят семь высота, и он практически наполовину. Три камеры морозильные. Своим дочкам Ирина Батян всё лето вырешила подрихтовать практичные подарунки. С таким выбором бытовой техники в очи разбегается, а ещё подкупляя кошт. Цены, мне кажется, они особо стабильные. Не заметила, чтобы мы подскочили вверх. Выбор широкий, разнообразие. Товарооборот увеличился. Это дело в том, что мы проводили все возможные акции, которые накануне Рождества и Нового года, со скидкой и 15, и 20 процентов. Я думаю, что покупатели остались довольны. Надея Михаленко, весь снежинь была у святочных клопотых. Тому подарунки под елочкой упрыгоженный дом в складе на меню, по яким перевожают стравы из уластного подворка. И котлеты, и голубцы, и курица должна быть, и мясо, и рулеты. Мы стараемся своё хозяйство имеем, больше своего такого делаем. Семья Войткевича у контрольной закупки провела тыдень. Там у магазина Марина и Константин зашли за садовиной и городниной. На столе у чарованную ночь будет всё, что любит семейство. Для детей фирменный торт и салат. Для детей банановый торт. И для мужа тоже. Любимое наше блюдо. С криешками, их любимый салат. Она горячая, фаршированная рыба. Гандлёвые объекты Меншины ещё на приконце листопада почали радовать покупников акциями, знижками и богатым ассортиментом. Даречи, традицию меркуют в Пиранисті и на наступный год. Больше всё-таки покупатели покупают продукцию нашу отечественную. Она привлекает их и ценовым фактором, и привлекает и качественным фактором. Жахары Меншины живут прачуванием свята. Я не верю отсюда, чакают чаразейства. И выполнены, будучи год, будут наполнены радостными подеями. Татьяна Кристофович, Юрий Никитюк, Меншина. Стать новогодним цудом сотни подарунков для детей-сирот и инвалидов собрали подчас традиционной и доброчинной акции у Жодина. На первые дни свята у гандлёвых центров города можно было открыть конверты с потаемными жаданиями детей и выконать их мары. Сё лет организаторы акции собрали рекордную колькость подарунков. Кожный малый отримая не меньше за три сюрпризы. Уже который год за пар, жодинцы доказывают, что доброе сердце, головный подарунок у Новый год. Даредшие святочные покунки достанутся детям не только из Жодина, а и из инших районов Меншины. С нашей торговой точки универмага мы раздали около 200 писем. Получили очень много подарков. Были такие подарки, как велосипед, роликовые коньки и даже попугай живой. Все подарки будут направлены детям. Дерево чудес – это уже стало традицией. То есть шесть лет подряд перед Новым годом люди, помимо всяких покупок новогоднему столу, подарков любимым и дорогим их людям, они подходят к этим елкам, срывают письмо и делают пусть и небольшой, но все-таки какой-то подарочек тем, кто действительно в нем нуждается. То есть каждый жодинец, житель нашего города – это своеобразный личный Дед Мороз для того или иного ребенка, который написал письмо. В ритме света тотализованные шесть с новогодними казочными героями сустракали в Воложине. Деды Морозы, снегурки, колядовщики и символ 2015 года коза прошли по улицам города. Чаровные персонажи наведали установу эдукации, предприемству и повиншовали жхару райцентра со святом. Основные широчистости разгорнулись на Головной площади. Для гостей подрихтовали концерт в гульни и конкурсы. Не обойшлось без традиционного карагода. Всегда принимаем участие с радостью, чтобы поднять настроение себе и людям. Готовилась, подбирала наряд, искала беленькие сапожки. И с хорошим настроением пришли отмечать этот замечательный праздник. Здоровья, уважения, любви к друг другу. И пусть Новый год придет с новыми мечтами, с новыми идеями. Пусть они все сбудутся. В Новом году без невзгод все прошло. Счастья, любви и здоровья. Темчасом Голон и Дед Мороз в области сустракая гостей у своей резиденции в Держинском районе. Загадать жадание, подтанчить в окол елки, познайомиться с помощниками дядули. Лясными драпежниками у Станькова что день проезжают сотни дорослых и детей. Атмосфера новогодней казки окунулася и наша здимуточная группа. Сотни новогодних представлений у сустракают селета дядей в области. Музикальные программы, мультипликационные герои, конкурсы и подарунки. Все для святочного настроя самых маленьких. Тех, кто щиро верит отсюда. Ну что ж, друзья, покажу возле елочки и подумаю, какое же волшебство мне совершить. Дяти и меньшины Дед Мороз со Снягоркой сустракают у своей резиденции у Станькова. До головных очаровника новогодних свят у Малыя съезжаются с усею в области. Не только чекают подарунков, але и сами рыхтуют сюрпризы для дядули. Верши, припевки и наваттанцы. У Каморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе дом. И днем и ночью кот ученый все ходит по округу тому. Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору. Лошадка, везущая хворосту в озу. В гостях у Деда Мороза дети могут не только убачить головного очаровника, али познайомиться с его сябрами, полночными оленями, что допомогают ему доставлять подарунки в кожный дом. Выдатный настрой, добрые пожадания и веншавания тут на кожном кругу. Я бы хотела, чтобы все жили на планете хорошо, чтобы этот Новый год был самым лучшим, чтобы праздник удался во всех очень хорошо, чтобы Дед Мороз и Слегурочки тоже жили хорошо. Прости, любви, здоровья, улыбок и подарков хороших. Резиденции Деда Мороза – место, где зимой отбываются соправданные отсуды, которые так хочется привезти в свой дом. С Рождеством и Новым годом, с ёлкой, песней, хороводом, всех гостей я поздравляю и здоровья всем желаю. И Снегурочка, и я поздравляем вас, друзья! Лидия Винскевич, Андрей Кульгавы, Минщина. На этом у меня всё. С надеходящим Новым годом. Жадаю вам здоровья и только добрых новин. До встречи в 2015-м.